И к другим новостям. ЧП в Кременкуле. Ротвейлеры растерзали двоих мужчин. Бойцовые собаки сначала напали на прохожего, а потом забежали на территорию местной кондитерской фабрики. Жертвы атаки в больнице у мужчин рваные раны по всему телу. Все подробности чудовищного происшествия, а также шокирующие видео с камер наблюдения в репортаже Ксении Кузнецовой. Детей и людей с нарушением психики просим убрать от экранов. Мощная струя воды из гидранта бьет по двум бойцам сам, но те и не думают отпускать жертву. Терзают за руки и ноги. Это видео с камер наблюдения кондитерской фабрики. На них охрана пытается спасти коллегу от ротвейлера. Надежный забор не стал помехой для собак. Пробравшись на территорию предприятия, они набросились на пожилого мужчину. Решили применить пистолет-удар. Два раза выстрелили, но собак это не подействовало. После этого пытались на расстоянии шокером скорпион, тоже отпугнуть их, тоже никак это не помогло. Достали огнетушитель, стали с помощью огнетушителя отгонять. Собаки продолжали рвать его. Два ротвейлера напали на сотрудника кондитерской фабрики. Жертвой стал 53-летний Александр Гаушкин. Мужчина работает фасовщиком готовой продукции. Сейчас в тяжелом состоянии он находится в третьей областной больнице. Туда его доставили медики со множественными рываными ранами. Ну отбивал руками от шеи, пока не бери. Жалили мне тут, видать, мышцы-то все, у меня руки-то не стали. Уже и ноги отказали. Лежал, кричал просто и все. Мужчина вспоминает, смена началась, как обычно. Он вышел на улицу поговорить по телефону. Там на него и набросились псы. Десятиминутную схватку с животным пытались разнять охрана. Но пока один ротвейлер кусал, второй кидался на окружающих. Отогнать псов от обессилевшего Александра смог только водитель большегруза. Истекающего кровью мужчину перенесли в холл фабрики. Там уже его дожидал совместный фельдшер. Елена Грибова наблюдала за происходящим через окно, держа на готове шприц с обезболивающим. Пострадали конечности верхние, конечности нижние, конечности там множественные рваные раны. Мы просто останавливали кровотечение. Просто останавливали кровотечение, обезболили этого мужчину. И после чего готовили его для транспортировки в стационар. В это время обезумевшие собаки бегали по территории предприятия, вспоминают сотрудники. Рассказывают, поча за псами пришел хозяин. На съемках с камеры видно, виляя хвостами, стая подбегает к мужчине и тот уводит животных. Директор фабрики утверждает, это не первый визит псов и даже называет адрес, где якобы живет их владелец. Мы решили съездить туда. Для того, чтобы увидеть, как содержатся собаки, мы взяли с собой строительную лестницу. С нее видно, что в доме оборудован огромный вольер. За решеткой сидит черный ротвейлер. Рядом с ним еще маленький щенок. Но вот что самое интересное, это не просто забор, это как раз таки есть вольер. Здесь, видимо, ночью хозяева отпускают собак, чтобы они гуляли. Но вот там дальше находится и сам жилой дом, но вот хозяева не выходят с нами на связь. Вышедший из ворот мужчина, забидев камеру, спешит скрыться и отрицает, что живет здесь. А между тем, жертвой агрессивных псов стал еще один мужчина, Альфред Сулейманов. Он утверждает, на него животные напали и той же ночью за пару часов до ЧП на фабрике. Мужчина возвращался домой по трассе в районе кондитерского предприятия. И теперь Альфред лежит в соседней с Александром в палате. Вывихнула мне палец, вот, я не могу выпрямить, все еще болит. Я пытался повеснуть на нее, но у меня уже сил нет и не было. Я же думаю, все, сейчас она меняет. В ближайшие дни выписывать пациентам врачи не планируют. Первый пациент, скорее всего, на следующей неделе уже, к середине недели. Первый пациент в удовлетворительном состоянии, как бы, более-менее. А второй тяжелый пациент, он на следующий день, то есть, переведем в отделение. Он будет получать у нас перевязки, также антирабические прививки. Делом о массовых укусах заинтересовались и в прокуратуре. Проверить там намерены не только хозяев собак, но и сотрудников полиции. Сотрудниками прокуратуры Сосновского района проводится проверка в отношении должностных лиц отдела полиции, которые не выехали на место происшествия, то есть, допустили бездействие. И, кроме того, изучается материал доследственной проверки, который собран сотрудниками отдела полиции по факту нападения собак. Коллектив предприятий до сих пор находится в страхе. До остановки ходят группами, боятся встречи с агрессивными псами. Директор предприятия всерьез задумывался нанять дополнительную охрану, имеющую разрешение на огнестрельное оружие. Александр Галушкин планирует добиться уцепления напавших на него собак. Я выражение веса просто пойму. Этой собаки. Второй тоже. Сами представьте. Как тебе запомнить, которую собака грызла?